Виталий Волков Раунд за раундом спортсмены оттачивают мастерство в Десногорской секции бокса. Итак, спортсмены могут легко дисквалифицировать за удары в пах, за удары открытой перчаткой. Сводка криминальных происшествий за неделю. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 126 сообщений о происшествиях. Юные десногорцы напомнили о правилах безопасности на водоемах. Наше дело предупредить, чтобы не было несчастных случаев, связанных с нашим пляжем, с водой. Для того, чтобы дети и взрослые знали правила поведения на воде. А теперь об этих и других новостях подробнее. Как решить проблему коррупции при заключении деловых контрактов? Об этом говорили на заседании комиссии по противодействию коррупции в Смоленской области. Должностные лица и предприниматели довольно часто вступают в сговор и намеренно завышают стоимость своих работ. Это приводит к неэффективному использованию бюджетных средств. При осуществлении контрольных мероприятий в сфере закупок в истекшем периоде 2019 года было выявлено три таких случая. Должностные лица и предприниматели злоупотребляли своим положением для извлечения финансовой выгоды. 30 июля в здании администрации Десногорска состоялось плановое оперативное совещание руководителей подразделений с главой города. Андрей Шубин подвел итоги минувшей недели и определил задачи на ближайшее будущее. Подробности в сюжете. Началось совещание с важного объявления заместителя главы города Александра Новикова. 2 августа в 16 часов в здании Центральной библиотеки города Десногорска состоится проектная сессия по выбору общественной территории для участия в конкурсе «Малые города» и «Исторические поселения». Конкурс проводится уже не первый год. Город Десногорска участвует второй раз в этом конкурсе. Поэтому приглашаются для участия все жители города и все заинтересованные люди. Эксплуатация инженерной инфраструктуры города работает в штатном режиме. Завершено устранение дефектов на тепловых сетях первого и третьего микрорайонов. С 1 августа будет закрыта зона городского пляжа в связи с его реконструкцией, которая пройдет в рамках проекта «Комфортная городская среда». Руководители подразделений призвали жителей города принять активное участие в собраниях для реализации этой программы в предстоящем году. Готовимся к проведению собраний на квартирных домах города Десногорска. На следующей неделе мы их уже начнем. Это будут собрания по участию различных домов в программе «Комфортная городская среда». До 1 ноября текущего года необходимо провести общее собрание, то желание изъявить, и пройти общественную комиссию. Для того, чтобы мы смогли сформировать пакет документов, все это дело обсчитать и в 2020 году могу устроить как можно больше долларов. За более подробной информацией жители могут обратиться в управляющую организацию или в комитет по городскому хозяйству. В конце недели десногорцев ожидает несколько интересных мероприятий. 2 августа на баскетбольной площадке состоится баскетбольный марафон «3 на 3». 4 августа в 11.00 в трассе Генина будет проходить открытый десногорский кросс-кандидаг «Березка». Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева сообщила о начале работы межведомственной комиссии. Организация проверит готовность образовательных учреждений Десногорска к новому учебному году. Кроме этого, завершаются работы на игровой площадке возле городского фонтана. Представители администрации совместно с Комитетом культуры уже планируют дату торжественного открытия объекта. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Два демидовских социальных учреждения получат деньги на необходимый ремонт. В рамках рабочего визита их посетил глава региона Алексей Островский. За помощью в решении проблем губернатору обратилась директор детского сада Адуванчик. Она пожаловалась на отсутствие водостоков и сильно разрушенные бетонные бортики. Из-за прохудившейся кровли несколько помещений в детском саду заливает во время дождя. Алексей Островский лично ознакомился с проблемами и распорядился выделить денежные средства. Еще одним объектом включенных в программу рабочего визита губернатора стала средняя школа номер 2 города Демидова. Полувековой паркет в актовом зале школы не соответствовал требованиям Роспотребнадзора. Из-за влажной уборки покрытие разбухает, становится неровным и разрушается. Решение этой проблемы глава региона тоже взял на контроль. Кроме того, глава региона обратил внимание на плакаты о пагубном влиянии наркотических средств. Алексей Островский поручил руководителю профильного департамента, чтобы такие информационные стенды оформили во всех школах области. Бокс – наука, которая исследует человека на прочность. Эта фраза точно описывает тренировки в этом виде рукопашного боя. Несмотря на жестокость, бокс продолжает привлекать новых поклонников. О Десногорской секции этого олимпийского вида спорта далее в сюжете. Запах спортивного зала, хлесткие удары и тренировки до пределов возможности организма. Именно так эти молодые люди предпочитают проводить свое свободное время. Джеб, кросс, хук, апперкот. Отрабатывать боксерские удары многие начали еще в детстве. Меня папа отвел. В 10 лет я начал заниматься. Мой отец занимался у нашего главного тренера Николая Николаевича. И вот я также к нему попал и под его руководство тренируюсь. В свои 18 лет у Даниила первый взрослый разряд по боксу. За плечами у молодого человека годы тренировок и тысячи ударов. Основным составляющим успеха спортсмен называет самодисциплину. В том числе благодаря ей Даниил успешно узнает все тонкости этого вида спорта. Это тренажер для того, чтобы развить свои скоростные качества и с качеством точности. Потому что он вот дергается и в него надо попасть. О важности мотивации говорит и обладатель первого спортивного разряда по боксу Никита Песегов. Без должного настроя в таком спорте долго не продержаться. Главная цель, стремление. Главное относиться к этому серьезно, чтобы достичь желаемого результата. Исход схватки внутри ринга предсказать порой совершенно невозможно. Но несмотря на множество приемов, здесь есть свои табу. Несмотря на известность и популярность бокса, далеко не все знают, какие именно приемы в этом спорте запрещены. И так спортсмены могут легко дисквалифицировать за удары в пах. За удары открытой перчаткой. За удары в поясницу. И конечно за удушение. Спортивное поведение. Эти нормы морали осваиваются одними из первых. В боксерском клубе «Ринг» уже с 10 лет спортсмены приобщаются к физическим нагрузкам и корректному спортивному поведению. Результаты говорят сами за себя. Тут у нас в основном все являются победителями Смоленской области по боксу. В своих весовых категориях. Бокс учит не только умению эффективно махать кулаками. Он формирует дисциплину и характер. Качества, которые помогут стать победителем не только на боксерском ринге. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ 29 июля в 10 часов вечера в первом микрорайоне Десногорска между детским садом «Мишутка» и домом номер 15 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. По словам самого пострадавшего, причиной аварии стала неожиданно перебегающая дорога животное. Пробегала кошка. Кошка стала жалко, чтобы не сдавить. Решил съехать в обочину. Ну, чуть-чуть с управлением не справился. Въехал в дерево. Как бы, ну, машина, конечно, пострадала, но ничего страшного. Сотрудники ГИБДД города Десногорска в очередной раз напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными и осторожными на дороге. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 126 сообщений о происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 95 административных правонарушений, в том числе 69 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 22 человека. Юные участники летней школы архитектура таланта, которая по традиции проходит на территории туристического комплекса Соколья-гора, прошли профориентационное тестирование. Оно создано в ходе федерального проекта «Билет в будущее» и разработано специально для школьников. Смоленский регион присоединился к программе в 2018 году. За 15 минут ребятам предстояло ответить на ряд необычных вопросов. Этот тест создали специально для учеников 6-11 классов. Методики тестирования помогают подросткам выявить свои сильные и слабые стороны. Для проведения электронного опроса в Смоленск специально приехали представители Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Россия. Пока участники смены прошли неполно адаптированный диагностический этап тестирования. Уже на этой неделе на Соколье-горе пройдет фестиваль профессий. Образовательные организации области проведут для слушателей смены пробы и мастер-классы по различным востребованным в регионе специальностям. Ребята смогут более осознанно выбрать те области, в которых захотят себя испытать. Всероссийская акция «Безопасность детства» набирает обороты. 29 июня организаторы и воспитанники лагеря «Круто» провели профилактическое мероприятие «Водоем» на городском пляже. Подробности в сюжете. Это мероприятие – результат объединения усилий местной администрации и активной молодежи города. Участники осматривают объекты, где могут бесконтрольно находиться дети. Это игровые спортивные площадки, недостроенные здания, парки и пляжи. В этот раз юные воспитанники детско-оздоровительного лагеря «Круто» отправились на городской пляж. Они в очередной раз напомнили жителям и гостям города о важности соблюдения мер безопасности на водоемах. «Наше дело предупредить, чтобы не было несчастных случаев, связанных с нашим пляжем, с водой, для того, чтобы дети и взрослые знали правила поведения на воде». С помощью танцевального флешмоба и спортивных игр ребята привлекли к себе внимание. Собрав любопытные взгляды отдыхающих, они раздали им тематические листовки с рекомендациями. Дети рассказали, как правильно вести себя на воде и что делать в случае судорог ног или если человек захлебнулся водой. «Такая вещь, например, как судороги в воде, это очень опасно. Я с этим сталкивался очень часто. Также использовал по памятке технику безопасности и все обходилось без каких-либо серьезных вещей». Основная задача акции – повысить бдительность всех взрослых для обеспечения безопасности детей. Ребята очень надеются, что их работа не будет напрасной и получат необходимый отклик в сердцах десногорцев. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Гесна-ТВ. Конец июля обещает быть холодным. На Смоленскую область надвигается редкое природное явление. Синоптики называют его ультраполярным вторжением. Ортические воздушные массы перемещаются в средние широты и приносят похолодание. Понижение температуры ожидается уже сегодня ночью до плюс 4 градусов в некоторых районах области. А днем столбики термометров поднимутся не выше 12-14 градусов. Даже если выглянет солнце. Это может стать новым температурным рекордом для региона. Подобное резкое изменение погоды в июле последний раз наблюдалось в 2015 году. Однако нынешнее похолодание более ощутимо. А теперь о погоде в Десногорске. Первый день августа обещает быть пасмурным. Возможен небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 15. На сегодня это все новости. Все самое интересное на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова